Всем привет! Надеюсь, вы еще не слишком устали. Значит, меня зовут Сергей Шишолик, и я тимлид в компании Мира. Раньше мы называли сериал Timeboard. И сегодня я расскажу, с какими проблемами мы столкнулись в команде, когда внедряли различные организационные и процессные изменения, и что помогло нам с ними справиться. Для начала немножко контекста. Мира – это сервис для совместной работы удаленных команд, и нам уже 8 лет. Мы начинали как стартап, но в последнее время мы очень сильно ускорились в плане найма сотрудников. И за последний год, за последние пару лет мы уже нанимаем примерно x2 по количеству сотрудников в год. И мы стали сталкиваться с тем, что вроде как человек становится больше, а разработка замедляется. Если откатиться немножко в истории, то 4 года назад у нас была относительно небольшая команда разработки. Это всего 5 команд и 20 человек. И для того, чтобы эффективно выполнять какие-то задачи, эти команды взаимодействовали. Они помогали друг другу, общались друг с другом. И со временем количество и команд, и людей росло. И количество зависимостей тоже увеличилось. Мы начинали вводить CI, CD процессы, код-ревью, что тоже увеличивало количество зависимостей. И полгода назад нас стало больше 60, больше 12 команд разработки. И количество зависимостей также еще сильнее увеличилось. Люди начали переходить из команды в команду. Их экспертиза тоже переходила, что порождало новые связи. Как примерно идет работа над новой фичой? Представим, что у нас есть какая-то команда, например, команда конвы. И ей нужно реализовать новую большую фичу. Значит, она садится, придумывает ее, начинает пилить код. Потом, чтобы проверить, что код классный, она создает pull request, чтобы другие команды тоже посмотрели. После этого, когда команды сказали, что все классно, QA хочет протестировать эту фичу. И если фича сложная, QA просит создать девопсов новое окружение, которое учитывает все сложности этой фичи. После этого девопсы все создали, QA все протестил, все хорошо. Задача переходит к релиз менеджеру. И релиз менеджер отвечает за то, чтобы зарелизить, собственно, на эту задачу. Но если во время релиза происходят какие-то проблемы, релиз менеджер сначала обращается к команде девопс и команде систем, чтобы те помогли ему разобраться, что происходит, что идет не так. И получается, что чтобы вывести одну большую фичу, нам нужно задействовать огромное количество команд. И чем больше у нас связей между этими командами, чем больше зависимости при реализации одной фичи, тем выше наш лет тайм. А лет тайм – это время между тем, как задача готова к разработке и, собственно, релизом этой задачи на прот. А чем выше наш лет тайм, тем меньше мы можем запилить фичей, тем меньше мы можем донести ценности до наших пользователей. Ну и чем меньше ценности мы даем, тем меньше пользователям нравится наш сервис, тем меньше они его покупают. Как мы пробовали уменьшить этот лет тайм? Мы попытались выстроить какой-то конвейер разработки. Мы попытались прописать этапы этого конвейера. Какие-то SLA придумывали, чтобы определить, сколько времени задача должна находиться на каждом этапе этого конвейера. Мы пытались выпрямить потоки. То есть, когда задача уходит на второй, третий круг, мы пытались избавиться от этого. Но, к сожалению, ничего не получилось. Конвейер не сработал, потому что как только на каком-то из этапов этого конвейера возникала проблема, все сразу рушилось. Например, возникла бага и теперь весь QA пытался понять, в чем это бага. Они разбирались и не могли проверять какие-то задачи. И вторая проблема была в том, что команды, помимо задач конвейера, выполняли еще и свои какие-то функции, то есть задачи из бэклога. И у них был конфликт. Мы берем либо задачи из бэклога, либо задачи из конвейера. В общем, эта тема не завелась у нас. И мы смотрели дальше, как мы можем решить нашу проблему с зависимостями. И наткнулись на такое возможное решение, как кросс-функциональные команды. По сути, смысл этого – это перенести все внешние процессы внутрь, чтобы команда могла выполнить задачу от начала до конца. То есть от стадии идеи, генерации идеи и ее проработки, до стадии релиза задачи на прот и, собственно, поддержки ее там. Для этого команде необходимо было получить необходимые компетенции, знания и процессы. Но это совсем не означало, что теперь все команды должны знать все. Наоборот, они должны знать только то, что поможет им в их ежедневной работе. И вместо того, чтобы сразу же раскатать это все на прот, мы решили провести эксперимент. Мы взяли несколько команд и договорились, что теперь они будут становиться кросс-функциональными командами. И они будут растить свою экспертизу внутри, перенося внутрь все необходимые процессы и пытаясь уменьшить количество зависимости и пересечений с другими командами. В этот эксперимент попала и моя команда, в которой есть три бэкэнд-разработчика, один парт-тайм QA и один тимлит в роли меня. Наша команда, она системная, она чаще всего выполняет какие-то низкоуровневые задачи, но при этом бывает так, что мы пилим какие-то фичи. Когда я пришел к команде и сказал, что смотрите, ребята, есть такой эксперимент, теперь мы будем переносить все зависимости внутрь. Команде очень понравилась вот эта вот идея, потому что раньше мы мучились, когда вроде как я запрограммировал фичу, она готова, пожалуйста, выводи. Но нет, фича ждала тестировщиков, ждала, пока она пройдет по всем вот этим вот процессам, и мы не могли доставить ценность. И мы вместе с командой решили сначала определить, какие зависимости у нас есть, собственно, от чего мы хотим избавиться. Первая зависимость – это то, что у нас нет своего фулл-тайм QA инженера. И это для нас было проблемой, потому что наша задача действительно могла ожидать тестирования от нескольких дней до недели. Также мы не могли самостоятельно релизить свои сервисы, свои фичи, потому что так было изначально. То есть так было изначально в нашей компании, что за это отвечал один релиз-менеджер, и он проводил задачу, собственно, до продакшена. И у нас не было своего скрам-мастера. То есть у нас был один скрам-мастер в рамках компании, и он помогал всем командам проводить их скрам-активности. Ну и из-за этого иногда получалось так, что какие-то скрам-активности пропускались из-за нагруженности вот этого скрам-мастера. Были и другие проблемы, но мы решили взять вот эти вот три как наш топ, как наш приоритет. Собственно, нужно их решить. Нет фулл-тайм-тестировщика. Что делаем? Разработчики теперь будут сами тестировать свои реквесты. Они вроде как и раньше тестировали, но проверяли какой-то основной базовый функционал. А теперь нужно будет проверять еще и граничные кейсы. Также они раньше писали юнит-тесты, но этого недостаточно. Нам нужно писать еще и авто-тесты или end-to-end-тесты, чтобы проверять взаимодействие между клиентом и сервером. Ну и никто не собирается бросать разработчиков на баррикады. Они могут в любой момент времени проконсультироваться у нашего QA. Значит, мы не можем релизить свои сервисы. Тут мы тоже поступили просто. Мы договорились, что у нас будет свой релиз-менеджер. Им стал Рома, один из бэкэнд-разработчиков. И мы договорились, что он будет перенимать опыт у релиз-менеджера в рамках компании. И мы будем тестировать как минимум один раз в неделю. То есть это прям очень классно для нас. Проблему со скрам-мастером мы решили точно так же. Когда вообще поднялся вопрос о том, кто хочет выполнять обязанности скрам-мастера у нас в команде, Макс сразу поднял руку. То есть ему эта идея понравилась. И мы договорились, что он также переймет опыт и будет проводить у нас планинги, груминги и ретро. Окей. И мы решили, как мы будем работать с нашими зависимостями. И у нас начался первый спринт и, собственно, его результаты. Мы действительно стали гораздо быстрее доводить наши задачи до мастера. То есть мы их гораздо быстрее писали, мы их гораздо быстрее тестировали. Но нам, к сожалению, не удалось зарелизить ни одного релиза, потому что наши процессы к этому были не готовы. Наши скрипты не были готовы к тому, что нам когда-нибудь понадобится релизить сервисы отдельно. Ну и Макс договорился со скрам-мастером в рамках компании, что пока что посидит и посмотрит на этот процесс со стороны. То есть глазами будущего скрам-мастера. И, значит, после первого спринта ко мне подходит Макс и говорит, что, знаешь, я передумал, я не хочу быть скрам-мастером. Чаще всего, если сотрудник говорит, что чего-то не хочет, он имеет в виду что-то другое. И есть четыре основные причины отказа от решения какой-либо задачи. Он может не видеть ценности, у него может не быть каких-то ресурсов, он может не знать, как решить задачу или не хотеть. Но это отдельный случай. Мы, как тем лиды, можем работать с этим. В случае отсутствия понимания ценности, например, ценности для себя, для команды или для всей компании, мы можем попробовать донести эту ценность. Мы можем попробовать переформулировать задачу. Или бывает такое, что в задаче действительно нет никакой ценности. Тогда наша роль в том, чтобы отказаться от этой задачи и взять какую-то другую. В случае отсутствия ресурсов, например, времени, процессов или инструментов, мы также, как тем лид, можем попробовать решить эту проблему. Купить необходимые лицензии на IDE или разгрузить немножко сотрудника, чтобы он успел сделать то, о чем мы изначально договаривались. В случае, если человек чего-то не знает, наша роль в том, чтобы предоставить ему эти знания. Например, поделиться информацией, познакомиться с нужным человеком, скинуть ссылки, либо рассказать, если мы знаем что-то сами. И четвертый кейс про не хочу – это, скорее всего, плохо прокопанная первая, вторая или третья причина. Либо это какая-то личная неприязнь к тем лиду. То есть, когда человек действительно не хочет делиться, не хочет рассказывать. И я решил провести one-on-one с Максом, чтобы понять, что на самом деле им движет, в чем проблема. Собственно, он говорит, что не хочет быть скрам-мастером. Что мы с этим делаем? Мы хотим узнать истинную причину. Мы спрашиваем, понимает ли он ценность. И после этого вопроса мы с Максом 5-10 минут проговорили про то, насколько важна роль скрам-мастера. Насколько важен скрам-мастер для команды. Он помогает нам определять нашу цель, он помогает двигаться к этой цели и помогает понимать, что идет не так в процессе. И я, и Макс понимали важность. Он говорит, да, но тем не менее я не хочу. Я не хочу брать на себя фасилитацию этих митингов. И нашей задачей стоит как бы не пушить человека. То есть не нужно обязательно за одну встречу вытянуть из него всю необходимую нам информацию любой ценой. Возможно, сотрудник и сам не понимает, почему он не хочет. И нужно дать шанс ему подумать. И тут важно показать просто заинтересованность в том, что мы готовы помочь ему. Готовы, открыты к диалогу и мы предлагаем ему свою помощь. Мы договорились с ним, что обсудим эту проблему позже. И по сути сейчас я закинул ему удочку о том, что эта проблема важна. Она важна для меня и мы по ней еще поработаем. Тем временем шел второй спринт и в результате вышли задачи из первого спринта. То есть нам наконец-то удалось их вывести. Но, к сожалению, как бы что-то пошло не так. Половина функционала, который мы сделали, он не работал. То есть были критичные баги. Но что мы делаем в случае такого? Мы откатываем релиз. Но тут тоже есть нюанс. Наш Рома, новый релиз менеджер, он пока что умеет только релизить. Он не умеет откатывать релизы. Поэтому мы откатили релиз, но не самостоятельно. Нам помог релиз менеджер в рамках компании. И все это привело к демотивации команды. Команда фейлит уже второй спринт. Они сделали задачи с кучей багов. И у них ощущение, что они самостоятельно не могут ничего сделать. Тем временем прошло пару дней, и я вернулся на one-on-one к Максу. И тут очень важно подготовиться. То есть one-on-one это не просто время, в которое мы можем о чем-то поговорить. К one-on-one действительно важно готовиться и приходить с конкретными вопросами. В данном случае Макс изначально и заявил желание попробовать себя в роли скрам-мастера. И резонный вопрос был, собственно, почему он передумал. Собственно, я спросил у Макса, почему получилось так, что сначала он загорелся желанием, а потом он взял и передумал. Как оказалось, за ту неделю, пока он смотрел со стороны, он увидел, что быть скрам-мастером сложно. Нужно задавать какие-то вопросы. Нужно фасилитировать встречу, чтобы она не ушла в сторону. И он решил, что не справится с этой задачей. Мы начали говорить о страхах, о том, почему он решил, что он не справится. И он начал говорить, что у него нет никакого опыта. Он несколько лет был разработчиком, то есть он бэкэнд-разработчик, и никогда раньше не фасилитировал никакие митинги. А сейчас ему нужно было фасилитировать несколько митингов в неделю. И ему казалось, что он не справится. Ему казалось, что он будет выглядеть некомпетентным в глазах команды. Потому что как бэкэнд-разработчик он реально крутой чувак. А как фасилитатор, но неизвестно. И также он боялся, что потратит время ребят впустую. Потому что каждый час, каждый митинг действительно очень ценен для работы. И мы начали проговаривать, как мы, собственно, можем справиться с этой ситуацией. И это очень классно работает. Мы просто договорились попробовать. Когда мы договариваемся попробовать, это сразу снижает стресс, это сразу снижает риск неудачи. Поэтому мы проговорились с ним, что это будет эксперимент, в котором Макс просто попробует себя в роли фасилитатора этих встреч, в роли скрам-мастера. И также мы расскажем это на уровне команды, что, ребят, это просто временно. То есть Макс не пожизненно теперь выступает в этой роли. Он просто поэкспериментирует и поймет, каково ему. Выйдя после этого вананвана, я вспомнил самого себя, когда мне только предоставилась возможность стать тем-людом. Это было на самом деле страшно, потому что у меня был в голове вопрос, а вдруг у меня не получится. Я думаю, многие из вас сталкиваются с этим вопросом в жизни, когда перед ними открываются какие-то новые вызовы, что-то такое сложное. Возникает вопрос, вдруг не получится. И мозг сразу начинает рисовать картинки того, а как именно у вас не получится. Вот и у меня было примерно так же. И были вопросы, вдруг я не справлюсь с этими задачами, вдруг не оправдаю ожидания. К тому времени у меня был опыт бэкэнд-разработки 7 лет. И вот представьте, я как бы такой крутой бэкэнд-разработчик, я становлюсь тем-людом и не умею ничего. Но при этом я продолжаю работать с теми же людьми. Как ты начинаешь чувствовать себя не очень комфортно. И когда я столкнулся с этой проблемой, я начал изучать, а как люди в принципе борются со страхами. И наткнулся на такой термин, как фикс-майндсет. Этот термин ввел в обиход профессор Стэнфордского университета Кэрол Дуэк. И по сути майндсет это то, как человек думает, то есть способ его мышления. В данном случае люди с фикс-майндсетом считают, что их характеристики неизменны, что то, что было дано им от рождения, их таланты, они не меняются. И успех на самом-то деле определяет талант. То есть если у тебя есть талант к чему-то, у тебя все получается. Соответственно, если у тебя не получается, то как бы у тебя просто нет к этому таланта. И такие люди стараются не брать сложных задач. То есть задачи, которые действительно являются для них вызовом. И они не делают это, потому что если они возьмут сложную задачу и не справятся с нею, это будет говорить о том, что у них нет к этому таланту. И согласитесь, не очень приятно думать, что у тебя нет к чему-то таланта, если пять минут назад ты думал, что он есть. Также есть помимо фикс-майндсета, еще и гроус-майндсета. И люди с таким майндсетом считают, что их способности, их интеллект растет со временем и с опытом. И по сути, те успехи, которые они достигают, они достигаются с помощью усилий, большого количества усилий. Если что-то не получается, то это лишь повод понять причину, почему это не получилось, и стать лучше, то есть развиться благодаря этой неудаче. И такие люди предпочитают выходить из зоны своего комфорта, чтобы развиваться, чтобы учиться. Они пытаются брать более сложные и тяжелые задачи. И так как они сталкиваются с неудачами, они их воспринимают по-другому и развиваются быстрее. Но, естественно, мир не делится на черное и белое. В разных контекстах, в разных ситуациях люди обладают разным майндсетом. Например, я считаю, что программирование – это навык, который можно спокойно развить. При этом, мне кажется, что не каждый может научиться вкусно готовить. И давайте посмотрим пример, как работает майндсет в отношении изменений процессов. Люди с фикс-майндсетом считают себя жертвой изменений. То есть, по сути, они такие сидят, работают, возникает какое-то изменение в процессе, и они такие, блин, я же и так хорошо работал, все было нормально, и тут вы начали все менять. Зачем? Непонятно. Они не разбираются в истинных причинах. Они просто возмущаются. А если процесс идет не по плану, если что-то не работает, то они начинают просто говорить, что все плохо, что тот, кто это все придумал, не самый умный человек, и, наверное, нужно откатываться обратно. И люди с growth mindset, они считают, что они совладельцы этих изменений, совладельцы изменений этого процесса. И они действительно стараются понять цель, зачем мы принесли этот новый процесс, что он нам даст. И если даже он работает не по плану, если с ним что-то не так, то эти люди дают конструктивную критику. Они пытаются сказать, как действительно лучше исправить процесс. Либо, что еще лучше, они пытаются исправить его самостоятельно. Но также они верят, что ошибки возможны, что нет изначально идеальных процессов, и все можно развить, все можно улучшить. И когда я столкнулся с этой проблемой для себя, когда я становился этим лидом, я решил, что было бы классно рассказать это команде. Ведь в команде мы сейчас проходим через большое количество различных изменений. Организационных, процессных, изменения в своих ролях, в компетенциях. И я решил, что вместо того, чтобы решать с ребятами каждый кейс по отдельности, проще гораздо дать им вот эту концепцию фикс и гроус майндсета, чтобы они могли самостоятельно рефлексировать и чтобы у нас была какая-то единая система координат. В чем плюс теории этого подхода? Так это в том, что там есть примеры как хорошего, так и плохого поведения. То есть хорошего и плохого взгляда на вещи. И это позволит нам в команде понимать, как мы должны работать, от чего мы отказываемся и к чему мы идем. И это меняет отношение к изменениям. То есть теперь мы по-другому смотрим на то, что происходит. И снижаем страх ошибки. Теперь ошибаться не так страшно, потому что мы знаем, что если произойдет ошибка, она даст нам какой-то learning. Нужно как-то рассказать теперь об этой теории команде. И самый лучший способ сделать это на one-on-one. Потому что если взять группу людей и начать им что-то рассказывать, у кого-то из них могут возникнуть вопросы, какие-то непонимания. Но чаще всего эти люди просто не зададут эти вопросы. Они будут сидеть с умным видом и кивать. Когда вы встречаетесь на one-on-one, вас двое. И вы сможете выдать именно ту информацию, которая будет наиболее полезна этому человеку. И он сможет задать все волнующие его вопросы. Также инструмент, также майнсет это инструмент. И инструмент, любой инструмент должен решать какую-то проблему. Поэтому важно рассказать об этом инструменте в контексте какой-то проблемы, чтобы он мог быть применен. В случае с Максом мы проговорили про майнсет в контексте его желания и потом нежелания попробовать себя в роли фасилитатора скрам-активностей. И мы обсудили, что на самом деле бояться это нормально, но мы должны выносить какие-то learning, если будет неудача. И также мы проговорили с Ромой про то, что он как бы стал релиз-менеджером, на него свалился процесс и так он читал. Но на самом деле он может изменять этот процесс. Он может его двигать, корректировать и улучшать. Также важно показать работу майнсет на своем примере. Например, если вы нашли какой-то кейс у себя, где вы четко понимаете свой фикс-майнсет, вы можете поделиться этим открытием с сотрудниками. В своем случае я рассказал про кейс с тем лидом и как я боялся идти в эту сторону. Тем временем спринты шли и на третий спринт мы уже успешно реализовали какую-то небольшую часть задач. То есть она была реально маленькой, но теперь мы ее зарелизили и все было более-менее хорошо. Были какие-то некритичные баги, но не было откатов релиза. И Макс наконец-то попробовал себя в роли скрам-мастера. Он сказал, что на самом деле все было не так страшно, как он думал. В его фантазиях, в его воображении он представлял, что если во время фасилитации скрам-активности у него будет что-то не получаться, то все ребята будут показывать на это пальцем и по сути винить его. Но все были настолько сконцентрированы на решении реальной конкретной проблемы. В данном случае это было планирование спринта, что никто даже не обратил внимания, что что-то идет не так. Получается, мне осталось поговорить только с одним человеком, с Андреем. То есть мы уже поговорили с Ромой и с Максом. И у меня был one-on-one с Андреем. Я пришел и Андрей мне заявляет, что знаешь, я не хочу тестировать. То есть я разработчик, я не тестировщик. Мне совершенно неинтересно тестировать вот это все ручками, все протыкивать. Это не мое. И мы начали разбираться, в чем ситуация. Оказалось, на самом деле Андрей попробовал. То есть в тот самый первый спринт он сделал свои задачи, он их полностью протестировал. Как ему казалось, все было хорошо. И он отдал эти задачи нашему QA, чтобы просто убедиться, что все действительно хорошо. QA нашел еще пять багов и сказал об этом Андрею. И как бы все, Андрей сказал, это не мое. Я как бы хорош в программировании, но в тестировании я ничего не умею. Собственно, у него прозвучала такая фраза, что он талантлив в программировании. И мы начали разбираться, что он имел на самом деле в виду. То есть он считал, что его навык программирования – это на самом деле талант. Но программирование – не талант, а опыт. И мы вспомнили все те бессонные ночи, когда он сидел и разбирался с ошибками в компиляторе, почему не собирается его код или почему падают постоянно эксепшены. Мы вспомнили огромное количество дней, когда он погружался в чужие проекты, когда пытался разобраться в них и как-то законтрибьютить. Мы вспомнили, что сейчас, прямо сейчас на проде у нас крутятся десятки тысяч строк его кода, который он написал. И получается, что программирование – это был для него не талант, который есть у него с рождения, а это опыт, к которому он пришел. То есть его экспертиза в программировании – это то, к чему он пришел благодаря огромному количеству усилий, о которых он даже не помнил. И получается, что когда мы изучаем что-то новое, как только мы это изучили, мы забываем о том, что это для нас новое. То есть нам кажется, что мы знали это всегда. И мы решили, что нам нужно как-то трекать свой прогресс обучения, чтобы в любой момент времени можно было оглянуться назад и посмотреть, что я знал месяц назад, что я знал два месяца назад, а что я знаю сейчас. И было бы здорово, если бы в этом трекинге был еще путь вперед. То есть было понятно, куда идти, и было понятно, зачем идти, и сколько идти. То есть было бы классно, если бы все эти знания, которые я собираюсь получить, они отражались в какой-то реальной работе. Чтобы это были не просто знания какие-то теоретические, а чтобы я их мог применять ежедневно. И мы в компании очень любим фреймворк OCR. Поэтому мы решили взять его за основу и сделать personal OCR. То есть тот OCR, в котором сотрудник добавляет те вещи, которые позволят ему развиваться, позволят ему улучшаться. И там должны быть только релевантные вещи. То есть только то, что реально поможет нам в текущей работе. По сути, этот personal OCR не должен быть дополнительной нагрузкой. Скорее, он должен структурировать текущую нагрузку. И в OCR есть керезалты. И керезалты должны быть измеримы. И в данном случае очень важно, чтобы керезалты были измеримы в любой момент времени. Чтобы я в любой момент времени мог посмотреть и понять, а как я продвинулся по сравнению с предыдущей неделей или с двумя неделями. Также мы договорились, что туда можно вносить в нерабочие активности. Собственно, почему? Потому что в нерабочие активности очень часто положительно влияют на настроение людей. Например, взять то же самое плавание или спортзал. Они позволяют переключить контекст. Они позволяют освободить голову. И тем самым немножко расслабиться и отдохнуть. Плюс к этому нам, как тимлидам, очень классно следить не только за профессиональными целями человека, за профессиональным прогрессом, но и еще прогрессом в каких-то нерабочих сферах. То есть мы можем увидеть, что, например, книжку он читает не очень быстро, не очень классно, но зато постоянно ходит в спортзал. То есть можно поднять вопрос мотивации и проговорить его. Также мы должны добавить инициативы. Инициативы – это как раз те кирпичики, которые нам позволят достичь наших OCR. И в случае с Андреем у нас получился вот такой пример OCR. Слева вы видите киризалты. Как раз они измеримы. Посредине – это набор инициатив, которые потенциально позволят достичь киризалтов. Ну и справа какой-то статус. А? Предыдущие? Пожалуйста. Собственно, мы должны трекать этот OCR на one-on-one. То есть по сути Team Lead становится как Buddy, который следит за тем, чтобы сотрудник не сошел с дистанции. То есть нужно каждый раз проверять, как бы все ли хорошо. Мы все еще верим в эту цель или нам она уже кажется недостижимой, нереальной. И как бонус мы договорились в рамках команды расшаривать наши OCR на всю команду. Зачем? Во-первых, каждый член команды теперь может видеть OCR других людей. И это позволяет учиться друг у друга. То есть это позволяет узнавать, кто чем интересуется, кто чем занимается. Таким образом мы сможем перенимать опыт. Плюс еще к этому это работает как публичный коммит. То есть я расшарил свои OCR, смотреть вот они такие, значит я обязуюсь их сделать. Мы начали внедрять этот фреймворк у себя и потребовалось несколько недель на это внедрение. Причем первые недели они были очень как бы медленные и неэффективные. То есть сотрудники не делали никаких своих OCR. В чем была проблема? Мы договорились о том, что нужно сделать OCR на квартал. Это было неправильно. Когда мы сказали, что нужно сделать драфт OCR на квартал, все стало гораздо лучше. То есть у людей снялось вот это вот напряжение, что нужно сделать идеальные OCR. Мы договорились о том, что это просто как бы драфт, какой-то пример, куда бы ты примерно хотел двигаться. После этого все пошло по плану и ребята сделали свои OCR. И понятное дело, что часть изначальных OCR менялась, потому что мы еще плохо работали по этому фреймворку. Это абсолютно нормально. Главное было понять, насколько они для нас ценны. И команде на самом-то деле очень понравилось, что теперь у них есть какой-то трекинг их роста. То есть они действительно могли оглянуться назад и посмотреть, что они умели месяц назад, что они умели пару недель назад и до чего дошли сейчас. Ну и благодаря вот этим вот всем циферкам, измерениям, это еще похоже на игру. То есть добавило геймификацию. И за счет этого мотивация на движение по OCR тоже немножко увеличилась. Тем временем спринты шли и мы начали наконец-то стабильно реализовывать какой-то небольшой пул задач. То есть этот пул был в два раза меньше, чем изначально, но теперь мы доводили его до прода полностью самостоятельно, без зависимости от других команды. И на ретроспективах, благодаря фикс и гроз майнсету, мы начали разбираться в процессах иначе. Если что-то не работало, мы пытались искать причины этих фейлов внутри команды, а не снаружи. Потому что иногда раньше бывало так, что это не получилось, потому что виновата вот эта вот команда. Или так выстроен процесс, что я тут могу поделать. И у команды наконец-то появилось ощущение владения этими процессами. То есть ребята начали делать какие-то небольшие корректировки. В течение следующих спринтов мы настолько почувствовали владение этими процессами, что Андрей, например, самостоятельно автоматизировал сложные тест-кейсы, которые раньше нужно было прогонять руками. И мы тратили на это по полчаса. А Рома, в свою очередь, избавился еще от зависимости в роли себя самого и оптимизировал наш процесс релиза до того, чтобы теперь любой член нашей команды мог релизить самостоятельно. В итоге по результатам квартала нам удалось уменьшить летайм примерно в два раза. И сделали мы это за счет избавления от внешних зависимостей путем переноса их внутри команды. То есть путем увеличения компетенции и знания внутри. И путем переноса процессов также внутри команды. И нам помогло изменение отношения к ошибкам и вообще к изменениям. Также нам помогла единая система координат в виде growth mindset. То есть теперь сотрудники понимали, что такое хорошо, что такое плохо. Они понимали, как лучше им реагировать на новые задачи, как лучше им реагировать на те проблемы, которые случаются. Персональный OCR позволил нам трекать развитие ребят и позволил им самим поверить в то, что они развиваются. Потому что до этого они считали, что я просто как бы сижу и работаю свою работу. Персональный OCR показали, что это не так, что они постоянно растут. И, конечно, ничего бы не получилось без one-on-one. Именно one-on-one позволили выявить те корневые причины, те корневые проблемы, почему изначально ребята отказывались делать те или иные вещи. То есть one-on-one позволили нам наладить ту связь между сотрудником и темледом, благодаря которой получилось узнать всю эту информацию. Поэтому если вы еще не проводите one-on-one, то пора начинать. Подумайте, как ваша команда относится к изменениям и как воспринимает ошибки. Возможно, у вас в командах тоже есть fix mindset, который необходимо подправить. Всем спасибо. Спасибо. Бегут. Сейчас принесут микрофон. Пока тут инженерный вопрос решает. Вы не разбегайтесь сразу после доклада. Во-первых, там есть еще немного пива. Я все-таки обманула, но есть. И еще будет закрытие. Пошумим. Я проговорю вопрос тогда. Каким образом внедрение персонал ОКР сказался на росте зарплат сотрудников или никаким? Никаким. То есть это не та мотивация была у людей. То есть они не обращали внимания как бы именно на зарплату в данном контексте. Спасибо за интересный доклад. Спасибо за интересный доклад. Я когда вас слушал, у меня было ощущение разного масштаба временного, про который вы рассказываете. Вот наш первый спринт, там второй и так далее. И масштабность задач, которую вы перед собой ставите. Изменение майндсета. То есть ведь это обусловлено у человека его предыдущим опытом, жизненным, культурным, кодом, семьей и всем чем угодно. И мне интересно спросить о истории какой давности вы рассказываете и есть ли такое, что вы почувствовали, что, например, кто-то не изменился или не изменился достаточно быстро или все с разной скоростью. Нет ли такого, что человек, условно говоря, понимает, чего от него ждут, он это декларирует, он это показывает, но где-то в глубине души он остался таким же, как он был, возникает какое-то напряжение и так далее. То есть интересно больше про опыт послушать и на временной шкале. Отличный вопрос на самом деле. Важно сказать про то, что фикс майндсет, он проявляется в каких-то конкретных ситуациях. То есть именно эти конкретные ситуации мы пытались сначала исправить. То есть дав инструмент, мы рассказали ребятам про то, что бывает так, а бывает иначе. Понятное дело, что после этого ребята не начали на все смотреть в призме гроус майндсета. Тут нужно было им помогать немножко. То есть на one-on-one мы обсуждали вот эти вот кейсы, когда мы неправильно воспринимали какую-то задачу или неправильно отнеслись к ошибке, которая с нами произошла. Если говорить про таймфрейм, то это все было в рамках где-то полугода. То есть в рамках квартала удалось сделать вот эти вот изменения с процессами. То есть мы договорились про то, что ошибки, они возможны. Это нормально ошибаться и ошибки позволяют нам расти. Это было сделано как бы не за один раз. Это несколько раз проговаривали на уровне команды. Потом, когда мы сталкивались с другими кейсами проблемными, мы снова возвращались к тому, что у ребят включался фикс майндсет, и мы это проговаривали еще раз. Но теперь был инструмент. То есть было понятно, что это мы называем фикс майндсетом, а нам нужно по-другому. А у вас есть ощущение, что если кто-то из вашей команды перейдет в другую, то он там сможет сделать такого же масштаба изменения? То есть ведь если человек как бы сильно это воспринял и глубоко поверил, то он может прийти к другим людям и сказать, так, слушайте, я все понял, сейчас я вас научу. У вас есть ощущение, что ваши ребята могли бы это сделать в другой команде? Некоторые определенно да. То есть тут на самом деле все зависит от человека. зависит от человека, как именно он готов выстраивать какие-то новые процессы в других командах. То есть вполне возможно, что часть откатились бы на предыдущее состояние, но часть людей… Не до конца они все-таки еще впитали. Не до конца, значит, впитали еще. Ну да, то есть это изменение, как вы заметили, не происходит типа вот за пять минут. Это долгий процесс, это долгая и тяжелая работа. Спасибо большое, очень интересно. Спасибо. Спасибо за доклад, очень интересно. Я здесь, посередине. Вопрос такой. Вы применили на все команды эту технологию? Пока нет. Пока что вот именно по такому подходу мы работали в рамках моей команды. Мы думаем, как лучше применить это на всех. То есть в рамках компании мы рассказывали про фикс и гроус майндсет, но это было не применено именно процессно в рамках one-on-one, в рамках персональных OCR. Но это планируется в дальнейшем. Спасибо. И еще один вопрос. Какие метрики и показатели у вас, так скажем, улучшились с применением? Ну, во-первых, мы уменьшили лид тайм. То есть теперь задачки действительно быстрее достигали, стали достигать нашего продакшена. Потом, благодаря появлению новых метрик видео QR-ов, мы стали видеть, как растут ребята. То есть и они стали видеть, как они растут. Ну и если раньше у нас был part-time QA, то сейчас у QA уже вообще как бы другие задачи. Он не работает как тестировщик. Вот как ручной тестировщик я имею в виду. Ну, спасибо. Я просто думал, может, какие-то другие метрики, которые вы не включили в слайд, есть. Была еще одна метрика. У нас проходит engagement survey раз в полгода. И на нем было видно, что вовлеченность, мотивация команды увеличилась. Ну, то есть там были вопросы в рамках, типа, насколько мне нравится работать, насколько я удовлетворен от текущих задач и так далее. Окей, спасибо. Спасибо огромное большое, Сергей, за очень такой личный опыт фактически ваш. Евгений, компания НСПК. Вот такой вопрос. Возможно, я не услышал, но как вы продали ребятам в команде вот эту необходимость смены? То есть зачем человек, допустим, он мог вам сказать, вот так из личного примера, что у меня все окей, мне интересно работать, мне и так нормально. Зачем мне нужно там что-то менять и так далее. Спасибо. Спасибо за вопрос. Сегодня на самом деле было несколько классных докладов про токсичных людей в команде. Это как раз вот, мне кажется, вопрос в эту немножко сторону. Мне, наверное, посчастливилось, что у меня в команде таких не было, то есть которые наотрез отказывались воспринимать вот эту вот информацию. И очень помогло то, что вот этот вот инструмент был дан в рамках решения их проблемы. То есть они самостоятельно столкнулись с проблемой, что, например, вот Максим столкнулся с тем, что он реально как бы испугался проводить митинги. То есть он хотел, и он хотел во время как бы one-on-one, но он отказывался от этого. Это была проблема. Мы сначала вскрыли эту проблему и потом проговорили, что смотри, вот есть, можно вот так вот, а можно вот так вот. Собственно, это помогло донести до людей. Сергей, я слева от вас. У меня такой вопрос. Вы сказали, когда начали создавать вот кросс-функциональную команду, вас тоже назначили на должность тем лидера и у вас не было опыта? Или был? Это было раньше. То есть в роли тем лида я полтора года где-то и кросс-функциональная команда, она, ну, условно, полгода назад мы начали двигаться. Я хотела, чтобы ты поделился опытом, когда тебя назначили первый раз на тем лида, да, с кем ты работал, кто с тобой устроил встречи один на один и помогал работать с командой. Был ли у тебя какой-то наставник, куратор? У нас, в принципе, в компании принято проводить one-on-one, вот, и там есть дев-менеджеры, есть тем лиды, есть там разработчики и всегда есть как бы как минимум один one-on-one с вышестоящим, чтобы просто поделиться своими какими-то проблемами, даже переживаниями и чтобы можно было понять, как бы куда дальше двигаться, получить какой-то совет, обратную связь. Вот, то есть, в принципе, со всеми в компании у нас примерно такая работа происходит. Спасибо. У меня еще один вопрос. Вчера ваш коллега очень интересно рассказывал про ваш подход к культуре и, ну, даже вот интонация вашего рассказа чем-то похожа, не только ваше худи. И я хотел задать, может быть, банальный вопрос, но поскольку вы очень конкретно так рассказываете, как общая культура компании вам помогала вот в этих изменениях. Ну, может быть, на каких-то конкретных примерах или ситуациях и так далее. Отличный вопрос. Общая культура, ну, вчера как раз Артем рассказывал про то, как мы постоянно поддерживаем эту общую культуру. Например, в рамках one-on-one мы проводим фидбэк-сессии, как каждый из нас действует себя в рамках нашей культуры. То есть там у нас там есть, например, drive change and be open, и мы даем друг другу фидбэк. То есть сотрудник, team lead, я даю фидбэк, как он ведет себя вот в рамках этой культурной ценности, и он дает мне обратный фидбэк. То есть таким образом мы синхронимся. Плюс к этому, благодаря тем культурным ценностям, которые у нас есть, мы, в принципе, у нас меньше как бы страхов ошибиться, потому что мы стараемся все наши ошибки переводить в какие-то лернинги. Но тот инструмент, про который я рассказал сегодня, это еще один инструмент, как вот эту вот культуру доводить до конечных людей. То есть чтобы все не просто как бы слышали вот эти вот слова, а воспринимали их, понимали их и жили как бы ими. А апеллировать к каким-то высшим ценностям. То есть, ну там вот на какой-то этой встрече, слушай, ну вот так и так, но мы же вот у нас вот так записано там в нашей скрижалях. Да, такое тоже есть. То есть все сотрудники знают про вот эти вот культурные ценности, они висят у нас в переговорках, и мы возвращаемся к ним, мы говорим про них. То есть нет такого, что там кто-то считает, что вот эта вот ценность, это что-то не то, это фигня какая-то. То есть мы все разделяем вот эти вот ценности. Спасибо. Спасибо. Таня, компания Иплеск. Сергей, спасибо. Очень актуальная для нас сейчас тема. Внедряем индивидуальные планы развития. Ну у вас это персонал Киар. Такой вопрос. Я сталкиваюсь с тем, что ребятам, даже те, кто сеньор из категории хочет и может, то есть и квалификация есть, и желание есть, и осознанность, зачем ему этот индивидуальный план. Ребята сталкиваются с проблемой сформулировать релевантные вещи, как ты это отмечал, и тем более измеримые. Как вы с этим работаете? Может быть сам человек делает, потом темблит валидирует, посмотрите, насколько это матчится с задачами команды, компании, ну и поднимаясь на следующий уровень УКР. Вот как решаете? Отличный вопрос, спасибо. Как я сказал, мы в компании любим УКР, и у нас есть УКР компании, то есть тот УКР, к которому идет вся компания. Дальше при планировании этих УКРов мы опускаем его на уровень низ, и команды начинают формировать свои УКР. УКР, то есть они начинают понимать, как они могут повлиять на цель, миссию компании. Дальше это опускается еще немножко ниже, и уже ребята начинают формулировать свои персональные УКРы, как они могут идти дальше. То есть чаще всего те вещи, которые выписаны в УКРах, они должны решать какую-то проблему. И таким образом мы синхроним цель, миссию компании на ближайший квартал и, собственно, те активности, которые будут делать сотрудники. У меня прям более приземленный вопрос. То есть мы тоже это все делаем и объясняем связь всех уровней УКР, как конкретно это происходит на практике. То есть человек смотрит, окей, мы командой выработали УКР, и дальше я ищу свое место, и как я могу повлиять. Он сам или темлит ему, говорит, смотри, Вася, теперь ты это делаешь. То ты влияешь таким-то образом. Как это происходит? Организационно, может быть? Это происходит также на вананванах. То есть мы собираемся на вананване. Изначально мы договариваемся. Вот сегодня на вананване мы должны проговорить это, это, это. Было бы классно, если бы все подготовились. Ну, все в смысле я и сотрудник. И на вананване мы проговариваем, что было бы интересно, как мы бы могли помочь достичь цели команды. То есть что конкретно хочет взять этот конкретный человек. Типа, например, у нас есть кластерное взаимодействие, и в этом квартале наша команда хочет его улучшить, развить. И, например, тебе было бы интересно попробовать провести этот проект самостоятельно. Для тебя это новый опыт, новые знания. Ты вроде как с этим еще не работал, но в итоге получится провести действительно важные серьезные изменения, которые позволят увеличить масштабируемость нашего продакшена, которые позволят выдерживать большие нагрузки и так далее. То есть все-таки лид предлагает. То есть нет такого, что человек пришел, говорит, смотри, вот я тут разобрал. Такое есть. И все зависит от мотивации как бы самого человека, от того, насколько он, насколько у него просто как бы получается правильно сформулировать все это дело. Спасибо. Спасибо. Коллеги, давайте поблагодарим Сергея. Спасибо большое. Спасибо. Надо выбрать лучший вопрос. Мне понравился вопрос тут. Да, спасибо большое. Спасибо. Спасибо.